Надо понимать, что российское государство в данном случае не ставит перед собой целью, я подчёркиваю, не ставит перед собой целью повысить эффективность обслуживания населения государственным аппаратом. Цель ставится исключительно другая. Цель ставится... МФЦ кругом, госуслуги, электронные сервисы, всё решается за пять минут, права получаются в течение трёх часов, паспорт в течение дня по заявке. Ну вот в комментариях в интернете этого нигде не было. То есть все в принципе радуются. Борис Юрьевич, а вы радуетесь? Чему радоваться? Радоваться тому, что будут сокращать мелких чиновников, рядовых служащих? Нет, не радуюсь. Потому что, понимаете, ведь от того, что чиновников станет технически меньше, автоматически эффективность оставшейся не увеличится. Она может и увеличиться, и уменьшиться в зависимости от того, что реально будет сделано. Если вы, например, оставляете две дублирующие структуры, которые друг другу по сути мешают, каждый из них сокращаете на 5 или 10%, но все равно структура остается прежней, то неэффективности, скорее всего, будет даже больше. Потому что просто, помимо всего прочего, вы ещё порушите связи между людьми, когда вот кто-то там, Иван Иванович с Иваном Петровичом знакомы, они ещё могут между собой как-то согласовать. Когда вы хотя бы одного из них уволите, то вообще всё это порушится. Поэтому надо понимать, что российское государство в данном случае не ставит перед собой целью, я подчёркиваю, не ставит перед собой целью повысить эффективность обслуживания населения государственным аппаратом. Цель ставится исключительно другая. Цель ставится сократить бюджет, увеличить профицит, соответственно, бюджета, сокращая расходы, и вывести эти деньги в иностранную валюту. Всё, никаких других целей здесь не ставится. — Михаил Евгеньевич, откуда у нас такой разрыв интересный получается в, что называется, интернет-мнении и общественном мнении? Там-то, конечно, бюрократов под нож этих вот, ну, варишей бюрократов. А вот мы сейчас в экспертной дискуссии, первое же слово, оказывается, радоваться-то и ничему. — Ну, я, насколько понимаю, и Нестеренко, по-моему, об этом сказала, заместитель министр финансов, что платить нечем, повышать заработную плату, поэтому надо 100 миллиардов и на 5% в первый год, на 10% во второй. Ну, вот логика такая, я вообще это, по-моему, реформой назвать нельзя. Это очередное сокращение. Я не знаю, к чему оно приведёт, на мой взгляд. Наверное, они добьются своих целей, высвободят эти 100 миллиардов рублей, но, на мой взгляд, не более того. И, честно говоря, ну, не знаю, будет ли вот такая надбавка, например, к жалованию в 5% привлекательной, и вот как декларируется, что, так сказать, лучшие из лучших ринутся прямо вот, так сказать, после этого на госслужбу и будут добросовестно всё это выполнять. Ну, откровенно говоря, цель, вот цель, это та цель, которая перед собой ставит Минфин. То есть такой, если позволите, такой, ну, такой слегка бухгалтерский подход. Вот деньги нужны, давайте скоротим. Ирина Владимировна, может, действительно в бюджете денег не хватает на содержание? Может быть, у нас госаппарат настолько раздут, что прямо вот нужно последнюю копейку там уже подсчитывать? Но вот, с другой стороны, я наблюдаю, как за последний минимум месяц наше министерство с удивительным упорством обсуждают переход на четырёхдневную рабочую неделю. То есть совсем недавно президент в обращении в связи с пенсионной реформой говорил, что у нас снижается число трудоспособного населения. Именно этим обусловлена пенсионная реформа. И тут вдруг вот, ну, месяц-полтора уже идёт вот это бурное обсуждение на министерском уровне. Я опять вижу то же самое о сочетании несочетаемого. И невольно подумаешь, а вот чем они вообще занимаются? Это может действительно подсокращать? Спасибо за вопрос, но прежде всего я хотел бы уточнить одну терминологическую особенность. Вот мы используем понятие чиновников, но это не понятие, которое закреплено у нас в законодательстве. И, к сожалению, к сожалению, в общественном мнении существует большая путаница между понятиями. Лицо, замещающее госдолжность. Государственный служащий. Государственный гражданский служащий. Это разные понятия. Муниципальный служащий. И поэтому, когда мы говорим о сокращении чиновников, здесь очень нужно аккуратно выстраивать терминологический ряд. Потому что формально депутаты Госдумы, члены правительства государственными служащими не являются. Это лица, замещающие государственные должности. Именно в связи с этой терминологической особенностью очень сложно понять и посчитать, а сколько же у нас так называемых чиновников. Отвечая на ваш вопрос о продолжительности трудовой недели, а для государственных служащих, по сути, служебной, тут нужно отметить такую особенность, что я сам и проходил государственную службу. Государственные служащие сейчас без дела не сидят. И объем работы, который наваливается на каждого конкретного государственного служащего или муниципального служащего, он достаточно большой. Здесь действительно речь идет скорее, наверное, не о сокращении количества государственных служащих, а об оптимизации процессов на государственные службы, когда выполняются иногда ненужные процессы, ненужные действия. Вот где, наверное, ключ к повышению эффективности государственного управления и функционирования государственной службы. Хорошо. Алексей Сергеевич, ну вот если я ничего не путаю, первая реформа госуправления началась у нас в 91-м году, когда мы резко меняли всю советскую систему госуправления, потом последовали у нас реформы госуправления, это 2003-2005 год, потом 2006 год, административная реформа при президенте Медведеве, это 2011 год, далее у нас в 2016 году было сокращение госупарата очередное, и сейчас вот очередное. Не напоминает ли это непрерывное какое-то реформирование без определенных целей? Ну, в вашем вопросе заложен ответ, потому что вопрос не... вопрос, что делают государственные служащие. То есть вот для нас, да, как для производственников большой вопрос, должна быть, на наш взгляд, должна быть единая, четкая, понятная государственная политика, экономическая. Она даже в сфере промышленности, в сфере сельского хозяйства, она должна быть единой. И, соответственно, если такая политика есть, понятно, какой под это должен быть госаппарат. Соответственно, тогда сразу же появляются какие-то четкие, понятные, прозрачные показатели, по которым оценивать эффективность или неэффективность госслужащих. В отношении сейчас, насколько я понял со слов представителей Минфина, речь идет о том, что нужно сократить госслужащих, потому что не хватает средств на индексацию заработной платы, то есть мы за счет сокращенных повысим зарплаты оставшимся. Но в любой нормальной, тут, возможно, я пойду, может быть, в некотором смысле против и общественной интернет-мнения, в любой нормальной цивилизованной стране государственный служащий должен жить достойно. То есть у него должна быть нормальная зарплата, конкурентоспособная. И в первую очередь, что по нашим странам Запада очень важный момент, это социальный пакет, который его удерживает. Я вообще думаю, что это несомненно, потому что в противном случае государственный служащий начинает обеспечивать сам себя. Абсолютно верно. Но при этом, при этом у государственного служащего должно быть четкое понимание, зачем он приходит на службу, какие задачи он выполняет, какую за это он несет, в том числе персональную ответственность. А как человек, прошедший несколько там реорганизаций, вот вы упомянули реформу там 2003-2005 года, я ее хорошо, как говорится, помню, вопрос возникает в следующем. Ну вот сейчас очередная реформа. Она приводит к тому, что, как Борис Юрьевич правильно сказал, меняются люди, меняются команды. Соответственно, любой государственный служащий работает от смены одной команды до смены другой команды. И, соответственно, он не знает, то есть он по большому счету не защищен. У вас сменился условно замминистра, он меняет руководителей профильных департаментов, те меняют замов, и так перетряхивают зачастую специалисты первой категории. Соответственно, о какой-то карьере на госслужбе. А какой-то вообще, ну, вменяемый в выстраивании своей личной карьеры, какой-то вот своего личностного роста на госслужбе, говорит достаточно сложно. То есть правильно ли я понимаю, что любая реформа, если угодно, действительно разрушает команды, которые выстраиваются и вредит в целом государственному правилу? Она разрушает команду, она разрушает связи. И вот эта вот реформа 2003-2005 года, я хорошо помню, что в течение полугода я находился на госслужбе, мы просто вообще не знали, куда писать, кому писать. То есть у нас где-то полгода ушло на притирку в самой структуре, новые структуры, ну, новые структуры, да. И, соответственно, год ушел на притирку со смежными структурами. Понятно, спасибо. Дмитрий Иванович, означает ли, что у нас, вот учитывая, что реформы чуть ли не с 91-го года идут там раз в 3-5 лет, означает ли, что действительно у нас нет или пока находится в процессе выработки та самая государственная политика по направлениям, под которую и нужно создавать конкретный госаппарат? Ну, конечно. Государственная политика постоянно, так сказать, совершенствуется и меняется. И я соглашусь с коллегой в том, что смена команд, которые проходят вплоть до технических специалистов, она негативно сказывается на развитии госаппарата. В Англии есть, так сказать, замечательная формула. Министр только нажимает на курок, заряжает ружье, дает ему в руки и так далее. Постоянный секретарь. Ну, это символ постоянства аппарата, который работает. В том, не помню, это даже законодательно закреплено. Закреплено, законодательно. Невозможность тотальной смены. Совершенно верно. То есть меняется политическая вот эта вот надстройка, когда меняется, собственно, партия власти. А вот постоянные чиновники, они, что называется, на посту. И надо сказать, что в российской и в советской истории всегда эта логика соблюдалась. Ну, относительно стабильные, конечно, времена. Поэтому, конечно, нужно создавать долгосрочные мотивации для того, чтобы люди работали. И финансовые, и карьерные, и с точки зрения социального пакета. А главное, с точки зрения самоидентификации. Человек должен понимать, что он пришел на серьезное дело, играть в долгу и прочее. И, конечно, здесь нужны определенные законодательные ограничения. Ограничения на смену чиновников, вот вплоть до технических специалистов при смене команд. Ну и кроме того, на мой взгляд, те изменения, которые происходят, административная реформа, которую упоминали, кстати, вполне комплексная, адекватная. Многие другие, они не должны быть столь частыми. Столь частыми у людей, которые в государственном породе заняты, замещающих должности госслужбы, собственно, госслужащих, чиновников в широком определении, еще раз хочу это подчеркнуть, должны быть долгосрочные мотивации. Ну и, конечно, в нашей стране была тоже всегда проблема. На разных этапах по-разному она была значима. Проблема так называемых кормлений. Когда-то это было легализовано. Иди, кормись, получай. Потом с этим боролись. На 10-40 и вешай где хочешь. Да, мздоимство, лихоимство. В последнее время, конечно, здесь произошла серьезная нормализация. Позитивные изменения произошли. Очень не хотелось бы, чтобы они были утрачены. То есть, конечно, чиновники должны, госслужащие должны получить достаточный, должны обеспечивать достаточный уровень должным образом. Да, должным образом. Ну и последнее по поводу численности чиновников. Подождите, вот сейчас мы к этому вопросу как раз подойдем. Борис Юрьевич, все реформы, которые мы видели на протяжении последних лет, да и не последних, за последние четверть века минимум, так или иначе приводили к тому, что количество чиновников либо восстанавливалось до прежнего уровня, либо даже возрастало. Почему так? Вот всегда провозглашается сокращение аппарата чиновников, а получается вот как-то наоборот. Тут несколько вопросов. Ну, вспомним, конечно, заменитую формулу Твардовского еще в советское время. Для того, чтобы сократить, нужно увеличить, да? И это не первый раз. То есть, тут все понятно. Но, как раз именно вот эти попытки формально сокращать по количественным показателям, они к такого рода результату и приводят. Потому что, первое, проблема состоит не в количестве, большом или маленьком, а в структуре. Если структура неэффективна, то вы ее можете наращивать, вы ее можете уменьшать. Кстати, скорее всего, при уменьшении неэффективность будет увеличиваться. Потому что, если работа неправильно распределена, и ее делать меньшее количество людей, то перегрузок и всяких проблем будет больше. Сверху будут наружу. Будут больше, да. То есть, иными словами, при неэффективной изначальной структуре сокращение еще ниже опускают уровень эффективности. Это первое. Второе. Именно в неэффективных структурах, а у нас значительная часть структур все-таки неэффективны, и никто не занимается оптимизацией структуры сейчас, вот в этой реформе, в рамках этой реформы. Ну, подождите, разве эффективность не возрастает все-таки? Нет, Вероночка, возрастает эффективность отдельных конкретных служб, которые вы, кстати, упоминали сегодня в начале передачи. Это абсолютный факт, и этим можно даже гордиться в какой-то степени. Потому что впервые в России хотя бы отдельные службы начали работать нормально. И слава богу. Кстати, я совершенно не уверен, что их как раз и не сократят сейчас. По этим же самым как раз критериям. Понимаете? Но одно дело эффективность отдельных служб, а другое дело эффективность системы в целом, коммуникации между системами. Вот у меня один мой выпускник работал в госаппарате по социалке. Вот, значит, в Московской области. Они сидели в правительстве Московской области, и вдруг у них пропал один из районов. Вот просто пропал один из районов. Вот нет коммуникации, и все, исчез один из районов в Московской области. Он, что называется, снова появился на радаре, по-моему, через месяц. Почему? Потому что уволили конкретную чиновницу, которая отвечала за коммуникацию. Право и коммуникация. Да. И дела, естественно, не были правильно переданы. И вот целый район области по данному направлению пропадает с радара на месяц. То есть люди не знают, что делать. А что это значит? Это значит, что в плохо организованной структуре личные связи, индивидуальные коммуникации особенно важны. Но это наш менталитет. Да. Это не только наш менталитет, это закон устройства системы. Потому что если структура хорошо институционально организована, ну нормально будет. Заменили людей, ничего страшного не случилось. Если она плохо организована, то вот одного человека выбили, и все пошло по праху. Ну и самое последнее, что здесь важно сказать, что действительно в общественном мнении, когда говорят о бюрократах, чиновниках, то воображают все каких-то очень больших начальников, которые сидят на огромных зарплатах, жируют, ездят на роскошных автомобилях. Этих как раз господ никто не собирает сокращать и увольнять. Они-то останутся на своих местах. И помощники прибывают. А сокращательно собирается низовой аппарат, который пашет и пашет, и который выдерживает вот всю эту нагрузку. И заметим, что когда говорят про 100 миллиардов, ну извините меня, при профиците, когда у нас примерно 2 триллиона годовой профицит, что такое экономия в 100 миллиардов? Это издевательство. Это шутка. Когда говорят, нет денег... Об этом мы действительно уже говорили. Тигран Антонович, может быть, действительно тогда каким-то образом подходить к воспитанию, образованию людей, которые находятся на конкретных должностях, чтобы у нас не получался вот такой вот разрыв, чтобы у нас не личные связи работали, а действительно работала система? Здесь даже хотел бы вот с чего начать. Ирина Владимировна сказала о том, что у нас очень многие студенты бесконечно учатся, не имея возможности найти свое место в жизни. Я с этим, наверное, не соглашусь, потому что преподавая в ВУЗе, которая имеет основную свою задачу подготовку государственных и муниципальных служащих, вижу, что подавляющее большинство студентов или слушателей магистратуры после окончания бакалавриата уже работают. То есть они работают в органах власти с 9 до 6 и к 7 часам вечера стремятся на Юго-Западную. А более того, редкие исключения, но достаточно приятные, многие студенты бакалавриата тоже умудряются на неполный рабочий день выходить на службу в органы власти. Поэтому вопросы подготовки и переподготовки государственных служащих достаточно важны. И вот я еще... Но важны, это они важны. Вот мы же сейчас слушаем, и зрители наши слушают и понимают, что один человек был из схемы так или иначе выдернут, и посыпалась вся схема. К сожалению, к сожалению... Как-то это минимизировать можно? Как-то обойти, переключить? Минимизировать риски можно включением большего количества объективных условий приема на государственную службу и снижением субъективного фактора. К сожалению, у нас зачастую реорганизационные мероприятия внутри органов власти делаются не для того, чтобы повысить эффективность, а для того, чтобы провести то или иное кадровое решение. Приходит новая команда, есть старый руководитель. Увольнять его не совсем удобно, и, может быть, и нет оснований. Но по-новому назвать это подразделение, отдел, департамент, объединить или разъединить структурные подразделения. Я в свое время смотрел, наверное, самое распространенное вот такое вот интересное мероприятие. В органах власти очень часто бывает отдельная кадровая служба и департамент управления делами. Приходит новый руководитель, первое, что он делает, он либо их объединяет, назначая нового человека, либо разъединяет, назначая новых двух. Вот поэтому более, наверное, жесткое закрепление структуры, как внутриорганизационной, так и самой структуры органов власти, позволит обеспечить стабильность в управлении. Действительно получается, что граждане и в итоге недовольны работой госаппарата. Вот то, что мы слышали и в начале программы, мнение из интернета. Ну, вернувшись сейчас избирательной кампании, со встречи с избирателями, недовольны, это очень мягко сказано. Потому что решения принимаются зачастую просто, ну, неадекватные. То есть, допустим, принято решение, там, условно, о забое скота в районном центре, но кажется, вроде бы, да, в чем проблема, да, но районный центр может быть размером, там, протяженностью 200 километров, да, и для того, чтобы забить корову, что раньше можно было там сделать у себя в селе, его нужно привезти в районный центр, там забить, а потом с этой тушью что-то делать. Соответственно, ехать, допустим, до районного центра, там, может быть, даже 100 километров, то есть, это ГСМ, это время, и, соответственно, сразу же возникает интересный вопрос. То есть, у вас человек привез корову, забил, получил тушу, и что он с ней будет дальше делать? Соответственно, тут же стоит перекупщик, радостный, довольный, потирая руку, сбивает ценник, потому что человеку для того, чтобы ее продать, там, нужно везти уже там в обл-центр или еще куда-то на рынок, и вот. Понятно, Дмитрий Иванович, но с другой стороны, с другой стороны. Я прошу прощения, еще один очень интересный момент. Хорошо, конечно, конечно. Просто вот, республика Алтай, чипирование коров, да, было бы здорово чипирование там коров делать, но давайте сначала мобильные связи у регионы полностью обеспечим, чтобы хотя бы покрытие было, а то она там будет с чипом, но без связи. Как вариант, как вариант, согласен с вами. Конечно, очень интересный момент, но я потерял связь, когда мы перешли от сокращения количества государственных курсов к забитию коров. А я сейчас ее восстановлю. Дмитрий Иванович, вот смотрите, какие проблемы беспокоят. Проблемы муниципального уровня, проблемы асфальт, проблемы забоя скота и так далее. Понятно, что граждан эти вопросы беспокоят, расстраивают, и мы получаем недовольство государственным аппаратом. Но с другой стороны, напомним, что реформа госуправления в стране, которая была в середине 2000-х, которая проводилась, она проводилась для чего? Я зачитаю просто цели. Укрепление госвласти, разграничение полномочий и так далее. Достигнуты эти цели были? Ну, в какой-то степени да, потому что были разделены, собственно, исполнительные власти, надзорно-контрольные. Да и укрепление госвласти вроде бы налицо вполне сильно. Да, власть тоже укрепилась. Но впоследствии ведь от четкой схемы, так сказать, там, министерств служб надзоров от нее уже отошли. Она стала намного более расплывчатой, если посмотреть. Расплывчатой и неопределенной. Но, на мой взгляд, изменения произошли, и, главное, вот этот архаизм советской, он такой, так сказать, откровенно уже несоответствующей реальности, неадекватной системы управления, от него ушли, конечно же. Другое дело, что и параллелизм сохраняется в управлении, и неэффективность сохраняется, и дублирование функций. А что касается общей численностей, значит, у нас чиновников-то недостаточно. И всегда было недостаточно. Я как раз хотел подойти к этому вопросу. При Николае Первом давайте вспомним. Несколько человек, буквально несколько десятков человек, там, значит, представляли собой, собственно, все там российское чиновничество, я имею в виду, на федеральном, скажем так, уровне, на уровне империи. Вот. Сегодня доля чиновников в широком определении, и, значит, госслужащих, и, значит, исполняющих обязанности, вот, доля существенно ниже, чем во многих других европейских странах. И говорить о том, что у чиновников у нас избыток, это большое привлечение. У нас, может быть, большие, так сказать, сегменты силовые, да, они по численности очень существенные. Но государственные служащие, которые, собственно, осуществляют текущее управление и коммуницируют с гражданами, их отнюдь не великое множество. То, что сделаны такие проекты, инициативы, как там мои документы, упрощающие коммуникацию, это, конечно, хорошо. Но чиновников, которые должны общаться с людьми, принимать оперативные решения, их не избыток. Давайте действительно подробнее остановимся на этом вопросе. Тигран Антонович, в 90-е годы мы непрерывно сокращали аппарат государственного управления. Потому что, ну, помните, Борис Николаевич пришел на волне борьбы с советской номенклатурой, потом партию отодвинули, и вот управление, она вообще-то осуществляла дополнительные функции контроля параллельные и так далее, и тому подобное. Реформа 2003-2006 годов вообще-то подразумевала тоже сокращение аппарата. Правда, в реальности он вырос. Но, правда, и структура госуправления действительно укрепилась. Я думаю, что вот нашим гражданам сейчас, если они вспомнят, что творилось там в конце 90-х, когда еще были невыплаты заработных плат, пенсии и так далее, и уже там конец первой декады 2000-х, ну, все будет очевидно. Но чиновничество выросло, да, объективно выросло. Так вот вопрос, а действительно у нас чиновников много или мало, исходя из этих соображений? Ну, есть предложение немножко обратиться к статистике, которая, кстати, на различных ресурсах достаточно противоречивая. Но все-таки Росстат 2000-й год. По данным Росстата, на 2000-й год в Российской Федерации был 1 миллион 161 тысяча, я немного округляю, служащих различных уровней управления. Если мы посмотрим статистику самую последнюю, на 2018-й год, доступную на Росстате, то эта цифра составит уже 2 миллиона 156 тысяч. Это официальная статистика, то есть с 2000-го года. При этом, конечно, нужно сказать, что с 2014-го года в эту статистику начали включать служащих территориальных органов системы МВД, и поэтому цифра так вот значительно подросла. Что касается сокращения, волн сокращения государственных служащих, которые были. Предыдущие волны сокращений проводились в основном за счет того, что не резали по живым людям, а сокращали существующие ставки. Но уже те волны, которые проходили предыдущие, скажем так, уже речь шла о сокращении реально работающих государственных и муниципальных служащих. В эту волну, соответственно, если мы посмотрим статистику укомплектованности государственными служащими органов власти, то нигде не будет практически 100% занятой численности, но несмотря на это, это проценты 97, 8, 90, будет проходить сокращение количества государственных служащих по живым людям. К чему это приводит? Если представить себя на месте государственного служащего, он слышит 10%. Он думает, а я попаду в это количество или не попаду? Это создает очень сложную атмосферу в трудовом коллективе. Во всей структуре госуправления. Спасибо, Ирина Владимировна. Вот смотрите, какая у нас ситуация получается. Мы все время сокращаем, количество чиновников опять возрастает. Можно ли предположить, вот на данный момент просто предположить, что этот рост числа чиновников вызван не какими-то злокозненными соображениями, не какими-то коррупционными схемами, а реальной потребностью государства в выстраивании системы управления? Вы прекрасно ответили на свой вопрос, просто великолепно. Но дело в том, что мы все время говорим о реформе управления, но то, что мы сегодня обсуждаем, терминологически, это не реформа. Это некое мероприятие по сокращению чиновничьего аппарата совершенно определенной целью увеличения профицита бюджета. Ничего другого здесь нет. Реформа – это совсем другое. Реформа, она действительно назрела и в системе управления, и с базовой финансовой основой, и в системе бюджетирования и управления. Она не просто назрела, она вот выпьет, и все это необходимо делать. Я просто приведу очень простой пример. Да, мы сейчас будем сокращать чиновникам. Один год – 105, другой год – еще 15 на региональном уровне. Превосходно. Но никто как-то не говорит о том, что тот бюджет, проект, которого сейчас привезли в Государственную Думу, и который будет приниматься, он на три года. Очередной раз на три года. Он и в прошлом году был на три года. Это был, соответственно, 19-й, 20-й, 21-й. Сейчас это будет 20-й, соответственно, 21-й, 22-й. А это будут разные бюджеты. А куда делись те два года, которые опять закладываются в очередной трехлетний бюджет? Там будут другие цифры, там будут другие позиции. Получается, что ответственности у управленцев, у власти просто в данный момент нет. Значит, реформа должна быть реализована таким образом, чтобы эта ответственность существовала, чтобы она была реализована. И если вы написали, что в течение трех лет будет рост инновационного развития экономики, не надо потом прикрываться решением социальных проблем, увеличением профицита бюджета и откладывать этот рост на будущее светлое. Понимаете, в чем дело? Сегодня мы говорим о некой, если хотите, пиар-акции. И эта пиар-акция сейчас обсуждается. А глобальная реформа управления – это совсем другое. Борис Юрьевич, а это не слишком опасно? В 90-е годы мы подобных пиар-акций уже насмотрелись. Вот сейчас мы прямо в этой студии говорим, что цель фискальная конкретная. Вот мы обсудили вопрос о том, что, в принципе, не так уж и много у нас чиновников выстраивается система госуправления определенным образом. Но неужели в стране нет людей, которые просто скажут, закричат, что остановитесь, что вы делаете? В конце концов, это же просто опасно. Так, ну по порядку. Во-первых, вспомнили 90-е годы. В 90-е годы, не забываем, был системный экономический кризис. Причем он был связан как с конъюнктурными вещами, так и с тем, что просто ломалась старая структура экономики, ломались экономические связи, разрушались, устраивались новые. Поэтому, естественно, было проседание. Извините меня, при падающей экономике у вас всегда дела будут плохо идти. Будет у вас больше чиновников, меньше чиновников, у вас при падающей экономике все равно все будет плохо. Вот точка. А сейчас ситуация несколько иная. Почему-то стабилизировать экономику и выйти, по крайней мере, из кризиса неплатежей удалось именно благодаря наращиванию госуправлений. А, не совсем? Нет, я не прав. И да, и нет, потому что это просто параллельные процессы. Параллельные процессы, потому что тут действительно наводили порядок. Мощности загрузились. Да, наводили порядок. Восстановительный рост советских мощностей. Да, 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 совершенно верно. Плюс, давайте будем называть, что правительство Примакова-Маслякова начало кредитную эмиссию. А у нас... Да, но это в любом случае требовало определенных управленческих действий. Там просто были ценники разные на товары. То есть, векселями одна стоимость, безналом другая стоимость. За нал тебе этот товар принесут, еще там три раза в ноги поклонятся. Совершенно верно. Я просто к этому веду, что вообще-то, между прочим, у нас сейчас экономическая стагнация. Не забудем. Немножечко. Ускорение. И поэтому, извините меня, будет все равно неважно. Вот в условиях экономической стагнации будете, опять-таки, увеличивать количество чиновников, или уменьшать, дела будут идти так себе. Это во-первых. Во-вторых, очень важно. Как раз именно в этой ситуации... Я на секундочку вас перебью, я просто складываю эти впечатления, у меня складываются впечатления по итогам нашего разговора, что из-за сокращения количества чиновников ситуация будет развиваться хуже. Вот. И вот это третья позиция. Вы меня опередили. Я это хотел сказать, что в этой ситуации, она может только ухудшится, потому что, помимо всего прочего, вот эти мелкие чиновники, мелкие сотрудники, рядовые служащие, которых будут увольнять. Еще раз подчеркнули, это небольших бонс будут увольнять, как люди подумали. Когда сказали, о, сократят чиновников, он, наверное, эти, которые с мигалками ездят. Нет, эти останутся. Так вот мелких будут сокращать, так это, извините меня, это рабочие места ликвидируются. Это спрос ликвидируется. То есть оно может быть просто, чисто экономическим ударом. И последнее. Вы говорите, а никто не говорит против. Ну как же? Вот все кругом ходят и говорят против. И толку-то. Потому что это вопрос интересов. Потому что пока мы имеем диктатуру Минфина внутри правительства, а по факту мы имеем диктатуру Минфина внутри нашей системы управления, ничего изменить нельзя, потому что это структура интересов, это структура власти, и что бы мы там ни говорили, нас просто не услышат. Субтитры сделал DimaTorzok